Всем привет! Добрый день всем! Великобритания, зная Радвайка, и мы так и решили начать свою работу по замечательному подышателю российскому исследователю Хриведе Владимира Владимировича Арсеньева. Последняя книга нашего земляка, жилья российского писателя Хриведа Евгения Степановича Сесуркина. Клина была посвящена в столице для истории Владимира Владимировича Арсеньева и называется «Подвиг длиной в 182». Само название дает поширенную пищу для размышлений. Кто эти герои? Что пришлось им воспитать? Совершить? Исследовать? Вопросы возникают от них один за другим. Чтобы на них ответить вместе с автором, я отправлюсь в увлекательное путешествие. Приглашаю и вас. В 1906 году Приморский отдел Русского географического общества решил направить масштабную экспедицию для обследования хребта Сепатаявин и беременной полосы в Зоуссулийском крае от залива Ольга на север. Организовать ее было предложено уже опытному в этом деле человеку, хребету Владимиру Клавовичу Арсеньеву. Маршрут экспедиции прилегал по Кировскому, Чугуевскому, Ольгинскому, Кавалеровскому, Домиорскому, Киргейскому, Красноармейскому и Домиорскому, Киргейскому, Приморскому, тогда еще Уссурийского края. Сразу надо отметить, что он оказался намного сложнее и длиннее, чем предполагали путешественники. Достаточно сказать, что вместо намеченных двух раз преодоления Сепатаявиня, экспедиция штурмовала Седой Хребет, так приводится название Сепатаявин, девять раз. 20 мая 1906 года в 11 утра экспедиционный отряд тронулся в свой далекий путь. Так начинается путевой дневник Арсеньева, старший основой многочисленных научных трудов великого исследователя. Отправным пунктом экспедиции стала станция Шмаковка-Уссурийской железной дороги. Станция называется так и по сей день. Пройдя по Кировскому, Чудульскому, Ольгинскому и Кавалеровскому районам, экспедиция прибыла в Домиорский район. Вот об этой части похода я и расскажу вам поподробнее, так как Домиорске являются моей малой родиной, и я живу с самого рождения. Многие и сейчас, попадая на дорогу, соединяющую Кавалеровский и Домиорский районы, восхищаются красотой и живописностью из листого Северпентина. Этот хребет очень замечательный в географическом плане. Он начинается в верховьях реки Тетюхе, Рудная, спускаясь к морю, проходит в верховьях реки Динзахе, она же Кенсухе, она же Весокогорная, и доходит до перевала, где поднялся Арсеньев. Тропа, по которой шел отряд Арсеньева, могла пролегать по сегодняшнему бульвару имени Полина Осипенко, мимо небольшого озера, на месте нынешнего рынка, и далее в сторону Микромайона Горелая, и далее в сторону Резаного Фрича. В районе Краснореченска главный разделительный хребет Северпентина, делает крутой излом и спускается вдоль реки Тетюхе до горы Синая. Так что пассажиры, едущие в Краснореченск, должны знать, что после поселка Тайга они едут вдоль гегендарного Северпентина. Читая линейковые записи Арсеньева, всякий раз восхищаешься силой духа и стойкостью путешественника. Согласно составленному накануне плану, я пошел на голую сопку, чтобы остановить и определить направление Тетюхе Алини. Путь мой был недолг, но труден. Больные ноги давали себя чувствовать. Пришлось идти сплошь по россыпям, карахнуться по говням, хвататься за деревья. Каждый неверный, неустойчивый шаг отдавал сердучей болью. Теперь мы знаем, что голая сопка это гора Горелая. Ее высота 877 метров. По крутизни подъема она не уступает знакомой всем Дениборскам сопки Сахарной. Ее высота 875 метров. Что же увидел великий путешественник на горе Горелой? Более грандиозной картины я никогда не видывал. Более грозных и недоступных гор я никогда не мог себе представить. Страшной высоты и отвесный утес, скалы, голова кружится, глядя на эти расщелины и пропасти. Арсеньев осматривает горбушинские пещеры, зарисовывает их, фотографирует, берет образцы известковых сталактитов, занимается сбором данных о новой территории. 14 сентября дошли до Лидовского перевала и река Ахабе Лидовка оказалась очень близко. Именно после экспедиции Арсеньева на этом месте возникло новое поселение Верхняя Лидовка. 18 сентября новичьих лошадей отряд отправился по Ахабе в долину реки Тетюхе. Занимаясь сбором образцов руды и горного хрусталя, Арсеньев предложил, что в этих горнородных районах может быть еще и нефть. Пройдя по болоте с Туги, пройдя по болоте с той равнины реки Ланголу, путешественники вновь преодолели перевал. Их на пути было еще пять. Между первым, вторым, третьим Ланголу и перед речкой Прямая Пать, впадающей около пустя в реку Мутухе Апричника. Сегодня на этом месте стоит Ребазский поселок Амита. На территории современного Данегорского района исследователи находились 29 августа по 20 сентября 1906 года. Впереди было еще 55 дней новых исследований и неизвестных земель, новых географических и этографических открытий. Результатом первой крупной экспедиции Арсеньева стало большое количество собранных к одесскому птиц, насекомых, рыб, земноводных, а также растений, горных пород и этографические экспонаты. По всему маршруту велись метеонаблюдения, этографическая съемка местности, составлялись карты и планы, на основе которых было уточнено расположение критерских аппаратов и на них степлены на карты многие реки, неизвестные ранее. Собран и подробно описан систематический материал о природе населения и экономике Уссариевского края. Здесь необходимо отметить, что на момент прихода экспедиции в 1906 году ни в долине реки Тетюхе, кроме двух отшельников-староверов, ни в долине реки Ахабе поселений не было. Именно после 1906 года началось бурное заселение Данеговского района русскими поселенствами. Нельзя не отметить, что Владимир Владимирович Арсеньев был еще и талантливым писателем. Именно во время первой экспедиции Арсеньев познакомился с охотником и следопытом Дюрсу Зала, ставшим праведником отряда о последствии и героем его книг. Путевые дневники вели в основу художественных произведений нескольких его научных работ и исследовательских почерков. Всем желающим предлагаю ознакомиться с книгой Евгения Тесюркина под длиной 180 дней и узнать во всех подробностях о знаменитой беспримерной экспедиции штабс-капитана Владимира Клавдевича Арсеньева по Приморскому краю, которую без преувеличения можно назвать подвигом, а ее руководителя героем-отечественным. Спасибо за внимание. Спасибо.